Благодарю Какие у меня гарантии? Абсолютные. Предмет сможете забрать только вы или человек, который назовет пароль Пароль положите сюда Запечатаете и уберете в ячейку У вашего представителя будет только одна попытка Если он ошибется, предмет будет храниться у нас вечно Прошу, товарищ генерал Здорово, полковник Здравствуйте, Владимир Алексеевич Прямо из Москвы За что мне такая честь? С удачным возвращением Отдыхаешь? Пытаюсь Обещали не дергать недельку Чай надо непременно из самовара Из чайника совсем не то В чайнике вода, в самоваре душа Спасибо, Саша Наверху остались довольны твоей работой Просили выразить благодарность лично Партия прикажет, комсомол ответит, есть Ну, старовато для комсомольца Что с моим делом? Как прошли последние торги? Неплохо, но сделка в Цюрихе сорвалась Какой-то американец торг перебил А у меня таких денег не было Что за американец? Пожелал остаться неизвестным Ты уверен? Конечно Докладную я подготовлю Подготовишь? Только до меня другие сведения докатились От кого? Неважно Владимир Алексеевич Любые сведения должны иметь автора И подкрепляться его репутацией В моей репутации сомнений есть? С огнем играешь, полковник А я всю жизнь с огнем играю, товарищ генерал Товарищ полковник, письмо пришло Пишу ответ Пиши, пиши Саша, у нас молоко есть? Молоко? Да, молоко Есть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ешкин кот Опять подстанция, что ли? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Охрана? Да, Андрей Сергеевич Понятия не имею Сейчас буду разбираться Да Понастроить домов, понимаешь А электричество нормального Алло Здрасте Из восьмого дома беспокоят У нас опять свет выбило Едет аварийка? Отлично Да Приехали? Слушайте, братцы Ну сколько можно? Здесь же солидные люди живут Очень хорошо Вы к кому? Майор Мишаков Уголовный розыск Александр Галицкий Здесь проживает? Кто? Рэпер Парадонтес Парадонтес? Здесь Так Так О Этот? Нет Вот они Деятели культуры Кто здесь есть? Александр Галицкий Отзовись Свет погаси, дятел Сергей Петрович, всех покуем? Я тебе дам всех Телегу напишешь Потом устанем Рапорта до пенсии писать Тут по-тихому надо Черт Черт Дзек, а че так громко? Эй Эй Ты Галицкий Не Я Сиплый У тебя минералочки нет? Нет Зря Не он, товарищ майор Я заметил Эй Сиплый А где этот Паша, как его? Парадонтес 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 Икарий с придачей Сандро Алло Я сплю К тебе пришли тут Это он, Сергей Петрович Чудесно Вы Александр Галицкий? Я спрашиваю Вы Галицкий? Ну, хора орать-то я, Галицкий Александр Михайлович? Михайлович, отца Михаила, сына Паспорт есть? Вот Паспорт есть, Ваша честь Но зачем он нужен, если я здесь? Так, Галицкий Александр Михайлович Восемьдесят седьмого года рождения Хорошо Что такое хорошо? Если узорам плохо Что вам угодно, господа? Тебя нам угодно Ты где вчера зажигал-то, голубчик? Давай, лейтенант, с одной стороны Я с другой У меня батл был Я не хочу А батл? Это что? Тип состязания у рэперов Николай Михайлович, да не полетит он С хорошим движком, Аркаша, все полетит Был бы положительный угол атаки Здравствуйте, Николай Михайлович Здрасте А идеальный аэродинамический профиль Это беспрофиль Посмотри, например, на крыло Стрекозы Стрекозы Николай Михайлович Вам нужно зайти в международный отдел Чтобы оформить документы На аэрокосмический салон Врио-де-Жанейро Угу 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 У меня прическа новая Как вам? Мне не знаю А вам Очень хорошо Ирина, у нас к испытанию Все готово? Конечно Запускайте Хорошо О, дай попить Тебе не понравится Это отвар язвенный Отдать до вечера Бланки давай И брат, сюда его привези С обоими поговорим Вы только поаккуратней Все ж таки знаменитость Не учи ученого Вали давай Понял Ну что, Александр Михайлович Угу Признаваться будем? Или как? Я не понимаю Я не понимаю, что я должен объяснять И брат мой здесь при чем Галецкий Николай Михайлович Я так понимаю Правильно Понимаете Только я не понимаю Ничего Паспорт ваш Можно? Пожалуйста Присаживайтесь Разговор будет долгим Сандру Никол Что происходит? Блин, принеси минералочки там на кухне Паш Да, Сергей Петрович Налей ему воды Наливаю Ну и что же вы так Неосторожно-то Подождали пока дедуля сам Того этого Поторопились Вы можете Побыстрее объяснить, что случилось А то мне идти надо У меня испытания там Спасибо, бро Узнаете? Нет Николай, а ты зачем приехал? Я же тебя не звал Значит, каяться не будем Не хотим Каяться, может и хотим Только не понимаем в чем В убийстве Гражданина Милютина Александра Агеича 43-го года рождения Проживающего по адресу Переулок Гринько, 5 Пять опять Нас переулки Мели от скуки Грязь под ногтями И толстую Сандру, да помолчи ты Откройте полиция Здравствуйте Капитан Селезнев Уголовный розыск Я по поводу убийства Вашего соседа Ой, да некогда мне Покойный Все свое имущество Завещал вам А третьего дня взял И скончался От терничного приступа Она все воля божья Спастись не получится ложью Хватит Так А мы-то с братом здесь при чем? А при том, что Перед смертью Милютин был привязан к стулу Вот Заключение экспертизы Как вам это? Да никак Я же вам говорю Мы с братом никакого Милютина не знаем Почему вы вообще думаете Что завещание составлено в нашу пользу? Мало ли на свете Галинских Может и немало Но в завещании Указаны именно вы А посторонних в тот вечер Вы не видели? Я молодой человек Уже все рассказала вашему коллеге Мишаков, кажется, его фамилия Мужчина какой-то был Он спускался по лестнице Я сначала услышала шум Потом выглянула, посмотрела Он по лестнице спускался Все По лестнице А что это был за мужчина? Вы его знаете? Да откуда же? Нет, не знаю Я уже все рассказал Ну а если подумать? И думать нечего Лица не видела Все у меня там место Стойте, подождите Подождите Скажите Вам знакомо вот это лицо? Нет А кто это? Серийный убийца, бабушка Маньяк Да вы что? Аня, у кого с периной нет Одну таблеточку Так, пойдем проверенным путем Паша, протокол Гражданин Галецкий Где вы были пятого декабря? В декабре, в декабре Все деревья серебреют Можно помолчать? Какой это день недели? Вторник Вторник, ну на работе был До ночи? Нет, часов в семь ушел И куда ушли? В переулок Гринько? К маме ушел И кто это может подтвердить? Кроме мамы? Да, ну все могут подтвердить У нас все время там много Друзей, родственников Значит родственников и друзей Поименно С телефонами Ночевали тоже у мамы? Да Милютин Александр Агеевич Вам кто? Родственник? Знакомый? Да не, полиция Тут вообще без вариантов И не знаем мы никакого милютина И никогда не знали Так что хоррэ, Геннадий Мне вообще на хату надо Меня гус-райтер ждет Надо кое-какие панчи подделать Все, никого валим отсюда Так Никто никуда не пойдет Пока не ответит на мои вопросы Где вы были В ночь с пятого на шестое? Да сказано же уже У мамы Во сколько уехали и куда? Пообедал и в Питер За мной машина пришла А вы С ним вместе поехали? Или как? Я на электричке с утра уехал Где живет мама? В Солнечном Точный адрес Значит, кто такой милютин Вам обоим неизвестно Да ё-моё Ну ты чё, тупой что ли? Ну ложи ты себе в орех Что не знаем мы никакого милютина Попутал ты чё тут, бро? Сергей Петрович Посмотрите внимательно Уже год никак не можем поймать этого супчика Что вы говорите? Да, а если ловим, то приходится отпускать Это почему отпускать-то? А вот как раз по причине несознательности граждан Ничего не видел, ничего не знаю В общем так Если вы что-то вспомните Позвоните мне Ага А нет Лучше товарищу Мишакову Угу У вас есть его телефон? Да Да-да, он карточку оставил Сейчас, секунду Вот она Да, это его номер Всего хорошего, до свидания Ну и рожа Паша Возьми с них подписку о невыезде И в лабораторию отведи Чтобы отпечатки взяли Угу Садитесь Заполните и распишитесь Хотел я с вами по-человечески Только все вы душегубы Одинаковые Душегубы, душегубы Ваши губы недостаточно грубые Чтобы трубы Заткнись, Сандро Чтобы трубы распевали у гроба Как далека дорога Хватит И что за клички-то у вас? Сандро, Нико Сами-то неблатные вроде Мы неблатные Мы грузины Дедушка у нас грузин Поэтому в семье называют На грузинский манер Сандро и Нико Свободны Грузины Идите за мной в лабораторию Так, ну что, куда поедем? Я поеду на работу А куда ты понятия не имею Нико, хорош дурить Здрасте Скажите, вы адвокат Парадонтеса? За что его задержали? Это драка, наркотики, бытовуха Буквально несколько слов для моего видеоблога Скажите Парадонтес, за что вас задержали? Это драка, бытовуха или это наркотики? А? Буквально несколько слов для моего видеоблога Поехали, поехали, поехали Не бойтесь Мои подписчики Это ваша пацанка Право сказать все свое пуды Ну и что это было? Угробил кого-то по пьяной лавочке? Да никого я не гробил Я вообще ничего не понял Слышь, Нико А правда, что они до меня докопались? Заметь, не только до тебя Что это за история с наследством? А я знаю А может забыл? Последние мозги пропил и забыл Ой, да пошел ты Ты знаешь, как ты мне надоел, а? Я тебе всю жизнь вместо няньки Ты делаешь, что захочешь А я за тобой разгребаю, да? Да не разгребай Кто-то тебя просит Никто не просит Нико, иди скорее сюда Это твой братик Смотри, какой хороший Ты должен его любить И защищать Почему, дедушка? Потому что ты старший Нико Да, слушай Николай Михайлович Добрый день Тут видео выложили У вас все в порядке? Я что-то до Сандро не могу дозвониться Что там за история с задержанием? Понятно Вы тогда езжайте к нему домой Да, я сейчас тоже туда подъеду Вы боитесь сказать правду? Не бойтесь Мои подписчики Это ваши поклонники Они имеют право знать Все о своем кумире За что задержали Скандального рэпера Я пока не знаю Но обещаю Что вы будете первыми Кто об этом узнает С вами был Серега Заноза Не забудьте про лайки Пока Адвокат твой звонил Не может у тебя дозвониться Просил дождаться Ё-моё Я телефон походу дома оставил А дождаться эта тема В кои-то веки Брат к брату в гости придет До сто лет бы к тебе не ездил в гости Мне на работу надо У меня испытание Ой, да какое испытание? С пенсионерами чей гонять Кузьмич, хао ю Че кого? Здравствуйте, Александр Михайлович Отпустили вас? Ну а куда же не денутся Все ништяк Позвони Глебову Узнай где он Мне ехать надо Да ладно тебе, щек посидим Пивка попьем У меня башка трещит С утра сил уже нет Сандрик Ты где был? Все уехали, а я тут одна Все было и я Ты меня бросил Да за шквар В ментовке был Дело шьют, прикинь Еле вырвались Тебе? Ты че медного всадника Своим поршиком снес? Не Так Где Маргарита Степановна? А это че твой шофер новый? Кто? А Не, это мой брат старый Маргарита Степановна Ну где он ходит? Глебову позвони Лиса А ты правда брата, не шофер? Сиплый, разве у нашего Сандрика есть брат? Разве нет? Ну не знаю Он не похож на Сандрика Он похож на шофера Лиска Че ты годишь? Хех, я Сиплый А ты и правда братан нашего? Правда, правда Ну я пройду Проходи, кто ж тебе не дает, бро? Тут все свои А если ты брат, то ты кто? Для своих не томим у порога Райтер? Нет, звуковин Промоутер? Николай Михайлович, здравствуйте Маргарита Степановна, здрасте А я пришла, Александра Михайловича нет Никого нет Никто не знает, где он Хорошо, что вы вместе приехали Снимайте пальто Спасибо Нет, ну скажи, кто ты? Кофе будете? Нет, нет, я только с Андро поговорить Или может пообедать сразу? Нет, спасибо Нет, ну он в спальню пошел Проходите Но если ты брат Сандрика, это же кто-то? Кто? Я аэродинамик, знаете, что это? А-а-а А самолеты, знаете, вот я занимаюсь самолетами А зачем ими заниматься? Пусть себе летают Да, я знаю Че? И никого не знает Да ладно, понял я, понял Да ну их Как? Как тут чувак сказал фамилию того чувака, который нам завещание оставил? Милютин Александр Агеевич Милютин Александр Агеевич А? А? Адрес? А адрес? А адрес какой у него? Переулла Гринько Гринько, Переулла Понял, если че наберу Ну че, короче, Глебова может не ждать Ее в суд какой-то дернули Сейчас пришлет координаты нотариуса Который в том районе по завещательным делам Никого Ты не сходишь за пивасиком, а? Нет А зачем ты занимаешься самолетами? Как ими заниматься? Маргарита Степановна Я ехать должен Пальто принесите, пожалуйста Ну, самолет Это же, это же самолет Такой девайс Как им заниматься? Ты их рисуешь? Я их считаю А как же кофе? Нет, спасибо большое В следующий раз спасибо Ты в школе училась? Училась Хорошо или плохо? Средне Физику с математикой, наверное, прогуливала, да? Угу Ну тогда, как я смогу тебе объяснить, что такое аэродинамика? Глебов нотариуса прислал Записываю Запомнил Завтра поедем Не, я не при делах У меня запись, давай сам Будьте здоровы Спасибо У нас тут сквозняки жуткие Ветер как с него и дунет, так я с насморком Честно говоря, мы таких вещей не практикуем А оглашение завещания, процедура стандартная Но Илья Алексеевич, он сказал, что какая-то там история с завещателем Его убили А Уголовное дело открыто? Я не знаю Ну, наверное, открыто Тогда вы не сможете вступить в права, пока по делу не вынесут решение При чем здесь права? Ни я, ни мой брат вообще не знаем этого человека Мы первый раз Татьяна Петровна, чайку поставить? Нет, нет, Женечка, спасибо Я же говорю, его не знаем И о наследстве ничего не слышали Наследство хорошее Квартира в центре Дом в озерках На берегу залива Цветочные 12 Далее Коллекция картин Внушительная Покойный долгое время жил за границей И привозил картины со всего мира Собрание старинного серебра, бронзы Все оформлено должным образом Занесено в каталог и атрибутировано Здесь какое-то недоразумение Никаких недоразумений Указаний на ваши родственные связи действительно нет Но наследники определены однозначно Галицкий, Александр и Николай Михайловичи Наследуют в правных долях Понятно И что нам теперь делать? Ну, вероятно, дождаться решения по уголовному делу И вступать в права в соответствии с процедурой Послушайте, ну при чем здесь процедура? Я же говорю, мы вообще не знаем, кто этот человек Завещатель Знание или незнание В любом случае на ваши права не влияют А может он ваш дальний родственник Просто вы не в курсе Да ну нет, не может быть Всякое может быть Будьте здоровы Спасибо Даня, разверни пока машину Я быстро Хорошо День добрый Ой Погодка сегодня, да, бабуля, вообще хорошая И тебе не хворать Ой Добрый день А вы к кому, молодой человек? А мне бы... Милютин здесь живет? Здесь Только он умер А родственники его? Нет у него родственников Ясно Слушайте, а вы, простите, кто будете? Сосед Ага, сосед А зовут вас еще раз, извините Ну, Селезнев А я Галицкий А вы давно здесь живете? Слушайте, а вы с какой Селёй интересуетесь? Да не с какой Мне просто нужен Милютин Я же вам сказал Он умер Ну, это понятно Ну, а наследники? Наследники же у него При чем тут его наследники? Вы что, страховой агент? Да нет, я просто... Вот просто знаете что, молодой человек Шли бы вы отсюда А то я сейчас позвоню кому-то Нет, нет, нет Не надо никому звонить Нет, я позвоню Не надо, не надо, не надо Ну, теперь стойте Не надо звонить, я ушел уже Ой, сорян, сорян, сорян Зачем же вы так бегаете? А если бы на моем месте был пожилой человек? Но на вашем месте же вы Вот Спасибо Хотите автограф? Чей? Мой Зачем? Ну, я не знаю Не хочу Я хочу, чтобы в будущем Вы были внимательней А у нас с вами есть будущее Я бы очень на это надеялся Ну, конечно же, буду внимательней Я же мог и мимо вас пройти Даня, а ты веришь в любовь с первого взгляда? Я верю в дружбу А я верю Так, а по мне, не важно С какого взгляда Важно, чтобы она была Любовь Ба, знакомые все лица Вот прав был классик Павлуша Который сказал, что преступника Всегда тянет на место преступление Вот так Капитан, ну хорош Ну, реально не смешно уже Ты опять все попутал Ты мне не тыч А во-вторых, я майор А во-первых А во-первых Отправлю-ка я тебя Зону топтать лет на двадцать Че ты там мне про свой алиби втирал Товарищ майор, все готово Последний раз По-хорошему Тебя спрашиваю Вы с братцем старичка грохнули Подумай Дальше будет по-плохому Вот блях ты от сандалика Ну, чего ж ты вкурить-то никак не можешь Потому что майор Не убивал я никого И никого не убивал Ясно Приведете его через пятнадцать минут Есть Присаживайся Че, куда? А где хочешь Подожди Давай Подсадные, прошу Сюда хочу Миша, свидетельницу приведи Уже веду Салют Валентина Кирилловна А? Посмотрите внимательно Кто из этих молодых людей Вам знаком Ой Да вот же он Он, он точно Я бабуль, конечно Погодка сегодня хорошая, правда? Хотите салфи? Тихо Понятые внимания Расскажите еще раз Где вы его видели? Видела я его в ночь с пятой на шестой декабря Когда умер мой сосед Александр Ангеевич Милютин Вот так вот Конкретно где? В какое время? Да на лестнице у нас Ночью Часов двенадцать А, вот же, гад У вас на лестнице это где? Где, где? В доме, где усопший жил Переула Гринько, пять Замечательно Все свободны Понятые могут Так, а ты куда? Ты-то как раз занят Селфи ему Душегуб Давай руку Я тебе двадцатку обещал Будет тебе двадцатка Вот балбес, а Нет, чтобы сразу ялочку с повинной оформить Погоди, майор Я чё-то не понял Это чё сейчас Эта бабка типа Сказала, что меня видела где-то Да не где-то А на месте преступления Аккурат, ночь убийства Думал, если ты звезда Так тебе всё с рук сойдёт А это мне Звезда свалилась на ладошку Паш, давай конвой И в камеру его Есть Подождите, подождите Как Какую камеру мне Позвонить надо Адвокату Да хоть министру Внутренних дел Вот уже пятый час Рэпера Парадонта За него пускают из полиции Стало известно, что его опознала Некая свидетельница преступления Сдаётся мне В ближайшее время наш кумир Будет радовать своим творчеством Только сакави... Николай Михайлович Вам совершенно незачем туда ходить Нет, нет, я с вами пойду Ну, дело ваше Так, дайте пройти Пройти дайте Расступитесь Сергей Петрович Паша Я в прокуратуру За постановлением на арест Там у входа журналистов куча Куча? Разберёмся Ага Здравствуйте Вы майор Мишаков? Ну, положим, я Крокодил по клетке ходил Йоу Каждый дебил знает, кто крокодил Галецкий, на выход А если я его Не отпущу? Майор, вам ещё раз перечислить Процессуальные нарушения Допущенные в ходе задержания И опознания Вы даже протокол составили неправильно Вот это не протокол Это Филькина грамота Вот так, Паша Никогда у нас в стране порядка не будет Если мы сначала будем убийц сажать А потом отпускать На первый раз, майор Голословное определение убийцы В адрес моего клиента Я вам прощаю Товарищ майор Галецкий здесь Давай Иди сюда Иди, иди Какого лешего ты с ними поехал? Почему мне сначала не позвонил? Так а чё, кого? Меня повезли, я и поехал А не позвонил Потому что этот Телефон забрал Майор Держи Мы можем идти? Можете Слышь, ты чё к Милютину-то попёрся, а? А я знаю Ты ушёл Меня вперло разобраться во всём Разобраться Спасибо большое На здоровье Если бы этот майор не поленился И оформил всё как надо Я бы ничего не смог сделать За мной не заржавить Само собой Мне почему сразу не позвонил? Да ты же сам сказал, что я тебе надоел Надоел? Ну это здесь при чём? Ну, стоп Там же журналисты Ох ты ж её Сколько их набежало-то Чё делать? Давай, давай, попроси Здрасте, а можно входы, пожалуйста? Да, можно, конечно Спасибо Девушки Да А здесь есть запасной выход? Да, есть Показать можете? Да, конечно Сандро Сандро, позвони Данияру Пусть подгонит машину К запасному выходу Парадонтас, в чём вас обвиняют? Вы собираетесь устраивать пресс-контересы? Вы действительно убили человека? Скажите Что вам предъявляют? Короткий комментарий Это пресс-ки ваших конкурентов Или реальное обвинение? Вы не готовы делать официальное заявление? Скажите, пожалуйста, хоть пару слов Молчание не в ваших интересах Получилось Йоу Только одна фотка Хорошо, понимая Откуда эта свидетельница взялась? А я знаю Спасибо большое Спасибо вам большое Спасибо Служу России Ну чё, неплохец, я время на нарахт провел, а? Глянь, как душеполезно Слушай, а может ты у него дома был, у убитого? Нет А если в состоянии нестояния? Никой, я до положения риса напиваюсь только дома Значит, плохое дело Майор тебя в покое не оставит Это ещё почему? Я же не при делах Потому что бесишь ты его Ой, да я много кого бешу Слушай, Никой, так хавать хочу, а сейчас помру Давай в кабак какой-нибудь завалим, а то я вообще Ты чё, серьёзно не понимаешь? Это всё серьёзно, тебя в тюрьму посадят, мать, с ума сойдёт Ты чё, обалдел, что ли, совсем? Человек почему доставил нам на следствие, его убили Как теперь доказать, что это не мысль? Сандро, Сандро, я, конечно, дико извиняюсь, но мне кажется, нам пора ехать Он здесь! Ух, ё-моё, а ну валим, валим! Даня, аккуратно, не передави пресс Да чтобы я какое животное, собачьей или человечей жизни лишил, Аллах мне судья не был, такого и не будет Даниэр хороший Сандро, позвони маме, вдруг она по новостям тебя видела Точняк, дурья башка Чёрт, Глеба в трубу увёз Ну, мой возьми Эй, я лиса, ты что, не помнишь? И чё ты здесь делаешь? Да не я рассказал, надо Сандрика выручать Алло, мамуль, привет, ты как себя чувствуешь? Ты там новости случайно не смотришь? А что смотришь? Он поехал, и я поехал Рудик А что, нельзя? Запрещено законно? Не-не-не, всё в порядке, я просто соскучился по тебе А телефон дома забыл Вот Нико тебе привет передаёт, он тоже здесь Мы тебя очень любим И целуем тебя, мамуль, всё, пока Ну что? Фух, ну что, новости она не смотрит и смотреть не собирается Так что предлагаю похавать и по домам Молчание Парадонтаса говорит само за себя Он сейчас, вероятнее всего, поедет домой зализывать раны У него сто пудов огромные проблемы Ну, а какие я расскажу вам позже С вами был Серёга Заноза Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки Увидимся Да что ж ты будешь делать, я опять пробки выбил Надо будет в администрацию написать Безобразие какое-то Может, у меня переночуешь всё-таки? Зачем? Да ночью же Пока доберёшься, утро будет Если надо, то я в два счёта довезу Ну? Да сам я доберусь Даниэр лучше вон девочку отвезите Зачем меня возить-то? Чё я дура по ночам кататься? Хотя прикольно Ну ладно, не хочешь, как хочешь Угу Даня, отвези его домой, ладно? Угу, отвезу И Лизку тоже Хорошо Я домой пошёл Давай Давай, братуха Угу Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты где живёшь? Угу Я спрашиваю, живёшь где? Везде Не волнуйтесь, Николай Михалыч Я знаю где За городом она живёт В Лосево Ай, чёрт Что-то случилось? Да телефон я забыл у Сандро Понятно Надо бы вернуться Хорошо Я с тобой Да, Андрей Сергеевич Едет аварийка Я уже вызвал А что я могу сделать? Я же не электрик Здрасте Минутку Мы к Галинскому пройдём Конечно, Николай Михалыч Фонарик возьмите И учтите Лифт не работает Сандрик, ты где? Это мы Лифт не работает Сандрик, ты где? Сандро Сандро Кто это? Сиплый Юрка Сиплый Конкретней Рэпер Я проверял, мёртвый он. Что он здесь делает? Ночует. Ну, ночевал в смысле? Он из Выборга. Туда особо не наездишь. У него что, ключи есть? Что? Какие ключи? Гаечные. Соображай, Сандро, от квартиры, конечно. Да я не знаю, может и есть. Тепловой жалко. Он добрый. Клёмный. Твою мать, да что же это делается-то, Илюша? Тихо, тихо, тихо. Полицию вызвали? Я звоню. Ой, бестолочь. Сколько раз можно повторять? Сначала я, а потом всё остальное. Значит, времени у нас нет, и у меня вопрос ко всем. Вы его грохнули. Ты что, охренел? Да я зашёл, он лежит. Ребята вообще позже пришли. Чё теперь будет? Ничего. Николай Михалыч, забираете девочку и уходите. Я никуда не уйду. Не понял? Я брата здесь одного не оставлю. Не время играть в бирюльки. Я здесь остаюсь. Я. А вы свидетели, вы имеете полное право не ждать полицию. Вас вызовут повесткой. Нико, он дело говорит. Я всегда дело говорю. Давайте, давайте убирайтесь. И Фрэкин своё заберите, иначе мы будем до завтра с полицией разбираться. Ну ладно. Так. Идём. Пойдём. 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 Что ты меня трогаешь? Ну, пожалуйста. Пойдём. Что тебе нужно? Я тебе в суд подам за сексуальные домогательные. Тихо. Подождите, я провожу. Прошу вас сюда. Только это какое-то недоразумение. Там проживают исключительно порядочные люди. Тихо. Пойдём. Посмотри, сынок. Тебе нравится? Мам. Что случилось, Никуша? Вот. Сандро сломал мою машинку. Нико. Солнышко. Он не специально её сломал. Просто он ещё маленький. Иди к дедушке. Он починит твою машину. Ты плачешь, Джиги. Разве сломанная игрушка достойна слёз мужчины? Я хочу, чтобы Сандро вырос и перестал ломать мои машинки. Он обязательно вырастет. Когда? Ну, лет через пятнадцать. А я хочу, чтобы он вырос прямо сейчас. Сегодня. Нико, запомни. Из кувшина в чашку можно налить лишь только то, что в нём есть. Если там вода, а тебе хочется, чтобы лилось вино, одного желания мало. Николай Михалыч. Николай Михалыч, мы приехали. Ваш дом. Угу. Угу. Да. Спасибо. Угу. Сиплова жалко. Хорошей дороги, Даниэр. Спасибо. И вам доброй ночи. Да что ж ты делаешь-то, а? Я не поеду домой. У тебя есть запасная кровать? Если что, могу на полу спать. Ну, а на самом деле тебя как зовут? Можешь звать меня Джунипер. А почему Джунипер? Да ладно, не притворяйся. Да на неё все подписаны. На кого? На лесу Джунипер в инете. Ну, у неё свой блог и миллион подписчиков. Ну, она забавная такая. Штуки всякие делает. Тявкает. Спит смешно. Вот так вот руки вытянет и спит. Не видел? Нет. Её спасли из лисьего питомника. Там лес на воротники выращивают. А её спасли чудом. И теперь она прекрасно живёт. У неё даже друг есть пёс. И хозяйка клёвая. Она её любит. Кто кого любит? Хозяйка любит Джунипер. И я решила, что я тоже буду Джунипер. Ну, или хотя бы лесой. Тебя что, тоже на воротник выращивали и спасли? Я тебе сейчас покажу. Ты её полюбишь. Слушай, я устал, я спать пойду. Ну, подожди, смотри, я уже нашла. Иди сюда. Вот. Когда грустно, смотришь на неё и весело. Клёвая, да? Ну, скажи, клёвая. Клёвая, да? Я же говорила, клёвая. Это здорово. Только нам вставать завтра рано. Нас, наверное, в полицию вызовут. Скажи почту, я тебе ссылку скину. Давай завтра я тебе скажу почту. Тебя на самом деле как зовут? Юля. Ну? Юля. А чё, хорошее имя. Да тупое имя. Ну да. Джуни Перкруча. Ты тоже нифига не ник. И Сандро не Сандро. Это потому, что у нас грузинские корни. В Грузии это вполне себе нормальные имена. Ну, если ты хочешь, можешь звать меня Колян. У-у-у. Не хочу. Вот. Бельё чистое постелил. Если завтра с утра за рубашкой зайду, не пугайся. А я ничего не боюсь. Ну, вот и хорошо. Спокойной ночи. Я боюсь там одна. А ты тут спишь? Как свинья. Подвинься. Я не буду вставать. Я дальше спать буду. Доброе утро, Николай Михалыч. Здрасте, Ирина. Случилось чего? Просто я вам звоню-звоню, вы трубку не берёте. Я по делу. Да. Можно пройду? Конечно. Спасибо. А правда, что вашего брата арестовали? Арестовали. Ну, по новостям сказали, что рэпера Парадонтуса задержали по какому-то там подозрению. Ужас. Ник, кто там? Полиция? Нет, это коллега по работе. Извините, я, видимо, нарушила интим. Нет. Мне нужен ваш загранпаспорт. Паспорт. Сейчас. Это вы коллега по работе, да? Здрасте. Не думала, что Николай Михалыч любитель малолетних девочек. Чё это я малолетняя? Я не малолетняя, мне двадцать три. Ник, я займу ванну, ладно? Хорошо. А паспорт вам зачем? Для оформления визы. Вы же… Вы же не зашли в международный отдел? И вообще-то вы… В Бразилию летите. На авиакосмический салон. А так… В Бразилию-то… Виза-то не нужна? Доброе утро, Николай Михалыч. Отпустили. Промариновали до утра, но отпустили. Я поселил в Сандро гостинице по моим документам. Дома ему журналисты житья не дадут. Нет. Нет, вот ходить никуда не надо. Вам что, повестку приносили? Николай Михалыч, я вас умоляю, не надо самодеятельности. Если вас вызовут, сразу звоните мне. Я понял. Я понял, спасибо большое. Чё случилось? Ничего. Нормально всё. В полицию идти не надо. И вот я нашёл поесть. Я это не ем. Я только то, что выросла и сама упала. Чтобы не срывать. Потому что если срываешь – убиваешь. То есть, сыр ты не ешь? Нет. Я буду кофе. Ну, кофе на столе, только на плите. Только кофе тебе тоже нельзя. Почему? Ну как, его же убили, сорвали, потом огнём пытали, а потом вообще перемололи. Да ладно. Угу. Ты гонишь. Ты мой парик не видел? Нет. А ты чё, один живёшь? Один. А тётя Мотя, которая утром заявилась, она тут не живёт? Она твоя наложница? Она не наложница и тут не живёт. Можешь выйти? Мне переодеться надо. Ты чё, стесняешься? Мы ж спали вместе. Мы спали на одном диване, а не вместе. Это ты нарисовал? Я. Прикольно. А это чё? Это самолёт для суборбитальных полётов. Для чего? Для суборбитальных полётов. Он может выходить в открытый космос по баллистической траектории и совершать прыжки через околоземное пространство в любую точку Земли. Самолёт в космосе? Там же воздуха нет. А это чё, Юпитер? Это Сатурн. Люблю звёзды. Это планета. Слушай, я не понимаю, ты действительно, что ли, такая тёмная? Вас правда ничему не учат? Вы только в соцсетях зависаете? Ты тоже тёмный. Ты ничего не знал про лесу Джунипер. Да, но, понимаешь, если бы я о ней вообще ничего не узнал, в моей жизни бы ничего не изменилось. Да? Да, но есть вещи, которые знать необходимо. Например? Например, кто такой Достоевский? Андрей Рублёв, что Стамбул и Константинополь – это один и тот же город. Как один? Где Стамбул, а где Константинополь? И где, по-твоему? А космические корабли летают по космосу. Я такси вызвал. Тебе деньги на такси нужны? Денег у меня своих полно. И вообще, я с тобой поеду. Куда со мной? В институт? А чё, нельзя? Кто не знает, Андрея Рублёва в твой институт не пускают? Нет, нет, давай и так. Я на работу еду, ты домой, и это не обсуждается. Вперёд. ЗВОНОК В ДВЕДЕО Купи мне чупик. Чупик, где я тебе куплю его? Все. В общем, так, ты на этой машине езжай, а я на следующей. Все, пока. Нет, не пока. Что? Я не поеду одна. Я и боюсь. Кого? Таксистов. Здрасте. Ладно, пустяки какие. Садись. А давай так. Я тебя до работы провожу, а потом поеду по своим делам. Ну, пожалуйста. Или я позвоню Сандро. Пускай он меня забирает. Ладно, садись. И не смей звонить Сандро. Он тебе сам позвонит. Да ты чё? Он мне никогда не звонит. Сдалась я ему. Ник, а можно я с тобой на работу поеду? Я там тихо посижу. Нельзя. Вы девушка Парадонтеза? А вы его брат? Вы вместе провели ночь? Вы с братом делите эту девушку пополам. На двоих, да? А вы? Вы общаетесь с двумя братьями одновременно. Прошу прощения. Да ну. Сколько вы хотите за интервью? А? Где сейчас Парадонтез? Расскажете? Или о ваших отношениях? Ну, например, с этой девушкой. Любые идеи. Интервью? Я бы дала. Отлично. А вы Николай? Я бы тоже дал. Значит, договорились? А то почему одним всё, а другим ничего? Бежим. Сволочи! Я вас достану! Здорово ты ему в нас зарядил. А ты соображаешь хорошо. Ты ж говорил, я дура. Беру свои слова назад. Идём. Подожди. Ты куда? Слушай, ну чего ты всё время сосёшь его, а? Здравствуйте, Николай Михайлович. Здрасте. Курить бросаю. За меня одну вредную привычку, другой. Понятно. Ну, в общем, мы пришли. То есть, я пришёл. Тут я работаю. В парке? А? В парке? Ну, почему в парке? Вон, в том здании. А, я думала, в лесу про баллистические прыжки сочиняешь. Ну чего, тебе такси вызвать? Нет? Ну, тогда всё, пока. Я пошёл. Пока. Николай Михайлович, здрасте. Здрасте. А кто это? Кто? Ну, вон, девушка. На Демидову похожая. А Демидова это кто? Ну, блогерша известная. А, да нет, это так. Ты ошибся. Да? Похоже. Аркадий, ты отчёт о командировке в Жуковской сделал? Ты ещё зимнадок. Николай Михайлович, а пойдёмте-ка чайку попьём? Не могу, Михаил Анаунович, сейчас вообще никак, времени нет. Пойдёмте, пойдёмте. А Аркадий доделает. Угу. В советское время чайная церемония была у нас чем-то вроде священодействия. Для начальства покупалась отдельная пачка индийского, ну, со слоном. А мы, простые сотрудники, пили чай попроще, грузинский или азербайджанский. Пили долго, не меньше часа. И разговаривали, разговаривали. Исключительно о политике. А теперь народ от политики устал. Да и молодёжь думает совсем о другом. Вам сколько сахара? Я без сахара. А, да-да, я и забыл. Склероз. Коля. Я, конечно, не вправе давать вам советы. Но в вашем возрасте, мне кажется, не совсем верно вести себя так легкомысленно. Я понимаю, что моральный облик в наше время не констант. Михаил Анаунович, вы о чём? Ирочка, случайно встретила у вас сегодня, как бы это попроще сказать, девушка легкого поведения. Михаил Анаунович. Подождите, Коля, подождите. Я вас понимаю. Дело молодое. Ну, в общем, вы бы извинились перед ней. Перед кем? Перед Ирочкой. Вы же с ней встречаетесь. И потом у вас планы какие-то были. Так, стоп-стоп-стоп. Я не понимаю, мы встречаемся, планы… Это она вам, что ли, сказала? Нет. Марья Ивановна из международного отдела. Ирочка у неё всё утро проплакала. А она девушка хорошая. Мать-одиночка, двое детей. Колюнь, а тут, тут такой конфуз. Да, действительно, конфуз. Господи! Коля, что там твой брат натворил? Ты в курсе вообще? Я в курсе. Ничего не натворил. Аркадий, покажи. Юрий Осипов, восходящая звезда хип-хопа, известный под псевдонимом Сиплый, был найден мёртвым в квартире рэпера Парадонтеза. Что это, Коля? Известно, что они были конкурентами в области популярных сегодня рэп-баттлов. Убийство это или несчастный случай, пока неизвестно. Но полиция рассматривает обе версии. Аркадий, хватит. А ещё говорят, он какого-то родственника вашего убил. Да чушь, говорят. Никого Сандро не убивал. И к этому парню он вообще даже не подходил. Ну, конечно. Чего не скажешь ради родного брата. Рэп – это сила. Сиплый такие перлы выдавал. Прям новый Пушкин. Хотя Парадонтез на последнем баттле его уделал. Особенно в дабл тайме. Я и не знал, что Парадонтез так умеет. Я ещё не так умею. Всем салют. Брат, можно тебя на секунду? Ну и как ты сюда попал? Через дверь. А пропуск? Да я тебя умоляю. Охранники, молодые ребята, нормальную музыку слушают. Смотри, я что подумал. Мутная история с наследством этим. И концов нет. Может, давай съездим к той бабке, которая меня опознала? Зачем? Ну, поговорим по-людски. Почему-то же она в меня пальцем ткнула, а меня там в принципе не было. Тебе вчерашнего мало? Она ментов опять вызовет и загребут тебя за давление на свидетеля. Да не дрейфь ты, бро. Никто не будет на неё давить. Просто спрошу и всё. Без всякого там такого. Глебову позвони. Он тебе разъяснит всё. Нет, Глебову нельзя. Ты чё? Мне вообще запретил из гостиницы выходить. Мне просто одному стрёмно. Сандро, почему все твои проблемы становятся моими? Почему я должен их решать? Да ладно, всё, всё. Ничего ты никому не должен. Сам всё решу. Просто мне подумалось, что мы с тобой на одном батле. Ну, как тебе моя маскировочка? Дебильная маскировочка. Я так и знал, что ты одобришь. Облом. Кто там? Откройте, пожалуйста, это почтальоны. Ну, заходите. Спасибо. Да не приставай ты, иди уже. Квартира Милютина на третьем. Ай, да ё-моё, блин. Ты на клоуна похож. Да я не вижу ни хрена в этих очках. Так сними очки, да? Ага. Когда я в прошлый раз разговаривал с соседом, эта бумажка была оторвана. С каким соседом? Он назвался Селезнёвым. Он назвался Селезнёвым. По делу. Он дома? Не знаю. Может, и дома. Только не у меня. А в каком смысле? Ну, в таком смысле, что в моей квартире никакой Селезнёв не живёт. А бабуля? А бабуля? Мерзкая такая. Такая... Она... Она тут? Бабуля? Живёт справа. Ага. А Селезнёв с ней, да? Она живёт одна, и это точно. Здесь живу я. Ни там, ни здесь никакой Селезнёв не живёт. Ты не перепутал ничего? Нет, ну правда, ну хотите, я вам паспорт покажу. Вот моя прописка. А это я. Кутайсова Авдотья Андреевна. А Селезнёв? Да сдался вам этот Селезнёв. Может, вы просто домом ошиблись? Вы нас простите, пожалуйста. Меня Николай зовут. Это брат мой Сандро. То есть Александр. Здрасте. Ещё раз. Я вас узнала. Быстро бегущий человек. Зря вы сменили имидж. Прежний вам шёл гораздо больше. А вы... Очень красивая девушка. Сандро. Скажите, а вы всегда здесь живёте? Да постоянно, уже больше года. После смерти бабушки, это её квартира. А так с детства. А в ночь с пятого на шестою тоже здесь были? Хотите чаю? Нет. Да. А можно кофе? Объясните, что это за Селезнёв? Почему он должен жить в моей квартире? И причём тут пятое декабря? Авдотья Андреевна, понимаете, дело в том, что три дня назад у вашей квартиры я встретил человека, который сказал, что он Селезнёв. И что он ваш сосед. Потом эта бабуля... Мерзкая. Да. Заявила, что видела меня здесь в ночь с пятого на шестое. В моей квартире? Нет. На лестнице. А вы были здесь в ночь с пятого на шестое? Да в том-то и дело, что нет. Ничего не понимаю. Да мы и сами в общем толком ничего не понимаем. И каждый день всё запутывается ещё больше. Это плохо. Валентина Кирилловна, соседка, дама специфическая, могла что-нибудь и перепутать. Присаживайтесь. Да, но только из-за этого меня хотели в тюрьму посадить. За что? За убийство вашего соседа, Милютина. Должно быть, это неприятно. Не то слово. Скажите, а у Милютина родственники какие-нибудь были? Нет. Бабушка всегда жалела Александра Агевича. Говорила, нехорошо, когда человек один на белом свете живёт. А хотите мандаринов? Дело в том, что Милютин всё своё наследство завещал нам с братом. Его убили, и следствие думает, что это мы сделали. Естественно, из-за наследства. Вот мы и пытаемся разобраться в этой истории. А мы его не убивали. Мы даже не знали о его существовании три дня назад. Странная история. А при чём тут человек на лестнице? Да может и ни при чём. Но только зачем говорить, что ты сосед, если ты не сосед? Подождите. Вот мой номер. Если понадобится моя помощь, позвоните. Это лишнее. Спасибо, конечно, но вряд ли понадобится. Ещё как понадобится. А вы, значит, старший брат? Да, к сожалению. Опекаете младшего. Э, чё значит опекаете? Я совершенно самостоятельная личность. Нахожусь в здравом уме и твёрдой памяти. По-моему, человек в здравом уме не будет читать рэп. Ага. Значит, всё-таки узнали меня. Вас трудно не узнать. Вами просто переполнен телевизор, интернет. Ну, мы пойдём, пожалуй. Пойдём. Пойдём, 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 пойдём. Ну, да что ж ты. И какого чёрта мы припёрлись сюда? Очень даже хорошего чёрта. Авдотья, это же Дуня? Я понятия не имею. Нико, я на ней женюсь, у нас будет трое детей и все трое мальчики. Я клянусь тебе. О, в помощь. На работу отвези меня. Вы где были? Что у тебя опять на голове, Юля? Что надо? И не называй меня этим тупым именем. Я Лиса Джунипер. А чё переименаешься? Я греюсь. Ты домой, что ли, не поехала? Я решила тебя ждать. Зачем? Зачем, зачем? Затем? Полдня тут торчу, а ты шляешься где-то. Ты… ты бездомная, что ли? Да я сдомная. Только я не хочу домой и не поеду. И не приставай ко мне. Знаешь что? Я взрослый человек. И пока ты со мной, я несу за тебя ответственность. У тебя денег нет? Есть. Денег полно. Ну, правда, полно. Хочешь, покажу? Не надо. Почему тогда домой не поехала, если денег полно? С тобой хотела. Да, мам. Коленька, это не мама. Тетя Вера, что случилось? Что? Что с мамой? Вы можете внятно объяснить, что случилось? Никой, если я ей прямо сейчас позвоню, как думаешь, она меня пошлет? Кто? Да нет, погоди, Сандро. Слушай, тетя Вера звонила с маминого телефона. Сказала, что маме плохо стало. Как плохо? А на больнице? Нет, дома. Увидела по новостям тебя и… ей плохо стало. Мам! Мама! Ты наверху? Никуша, что случилось? Слава Богу. Мам, все, что не показывает, это вранье. Что у тебя болит? Ты была в больнице? Господи, Саша, не кричи, ты меня пугаешь. Я была в больнице в последний раз, когда ты появился на свет. Я жива, здорова. Что случилось, мальчик? Ничего. Ната, но тебе могло быть плохо. Вы должны беречь свою мать. Я смотрела новости. Мать, если будете себя вот так вести, ваша мать непременно сойдет в могилу раньше срока. Вера! Ната! Ой, боже мой, колючие морды! Все, 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 успокоились, я не при смерти. Я смотрела новости, они меня не впечатлили. Вообще… А с чего вы взяли-то, что я при смерти? Наточка, это я позвонила. С твоего телефона. Ага. Ой, ладно, все, будем обедать, вы мне все расскажете. Идите умойтесь дороги, кыш, кыш. Вера, если ты еще раз скажешь моим детям, что я при смерти, я откажу тебя от дома. Чего там Сеня-то так надрывается? Здрасте. Здрасте. Он меня съесть хочет? Тихо. Сеня, тихо. Не бойтесь. Это он просто хочет познакомиться. А! Здрасте. Я, я Лиса. Я с мальчиками приехала. У них мама скончалась. Мама не скончалась. Мама — это я. Вам удалось выжить? Удалось. Меня зовут Наталья Александровна. Проходите, холодно. Меня можно на «ты». Я еще молодая. Молодость — это прекрасно. Курица готова? Нико, помоги, поставь в духовку. А я мясо не ем. И яйца тоже, потому что это зародыши. А овощи только те, которые сами упали. Потому что живые резать нельзя. Угу, Лиса. Мамур, я так рада тебя видеть. Ой, я тоже так рада тебя видеть, сыночек. Саша, ты вообще-то должен думать о матери. Тебе даже не представить, что мы тут пережили, когда увидели в новостях у тебя в доме полицию. А-а-а, кстати, очень хотелось бы, чтобы вы объяснили вообще, что все это значит. А? Да мы и сами толком не знаем ничего. Да? А я Чупик хочу. Он в машине. Там собака злая. Не сходи. Не сходи. Не сходи. Не сходи. ни что ни срезал, они выросли в земле. А откуда вы знаете? Вы по-человед? У меня просто большой жизненный опыт. О, а вот и Славочка. Ваш двоюродный брат с детства приучен приходить попремя. Никогда не опаздывает. Ему в школе даже учителя завидовали. Дерушка, мы им гордимся. Так, я выпью, пожалуй. Чё-то я переволновался. И я тоже выпью, я тоже переволновалась. Сандрон, алей девочке компот. О, Славочка. Ого. Все семейство в сборе. Наталья Александровна, это вам. Так, куда поставить? А в ту вазу, пожалуйста. Сандро, ну ты даешь. Весь интернет полон тобой. Высший класс. Это ж надо такое выдумать. И все реально. И менты, и тело. И ведь не скажешь, что постановка, а? Подожди, это что, все? Все игра? Так… Боже мой, Славочка. Чё игра-то? Все правда. Как правда? Ты что, человека убил? Мамуля, не волнуйся, а ну Сандро уже шутит. Шучу чего-то я. Ни разу не шутка. Так, давайте-ка, рассказывайте все. И подробно. Добрый вечер. Господи, вы меня напугали. Вы принесли? Вы принесли? Слушайте, мы так не договаривались. Я вам сделал ключи. Вы сказали, что только поговорите с ним. А вы его убили. Я не хотел его убивать. Так сложились обстоятельства. То, что вы рассказали, мальчики, это похоже просто на какой-то авантюрный роман. Надо же. Завещал свое имущество. Да, надо-то. Вот тебе все доставалось легко. И твои сыновья пошли по твоим стопам. Ну что, были у нас родственники с такой фамилией? Нет, не помню. Ну подумай. Милютин Александр Агеевич. Нет. Нотариус сказал, что он за границей долго жил. За границей? Да, за границей. Боже мой. Что? Я, кажется, знаю. Мам, мам, что случилось? Судьба нашла меня. Какая судьба? Боже мой. Так, на шатырь дайте. На шатырь в доме есть? Там в кухне, в шкафчике волокардин. Че тебе? Верочка, что с тобой, а? Сто лет назад. Ты помнишь? Я собиралась замуж, а меня не пустили. Там еще в семье был страшный скандал. Нет. Успокойся, пожалуйста. Господи. Господи. Мама, мама, на, на, на тебе. Надо выпить, Ада. Ой, спасибо, Славочка. Все, все, все. Саша, он был дипломатом и должен был уехать за границу. И мы хотели пожениться. Вы сказали Саша, то есть Александр Милютин. Я не знаю фамилии. Он подписывал письма просто. Саша М. М. Угу. Значит, Милютин. И он писал вам письма? Да. Это были такие восхитительные послания. И я храню их до сих пор. Мы хотели пожениться, но мой папа был коммунистом. И он считал, что за границей я непременно погибну и что попаду в лапы буржуазных развратников. И запретил мне выходить замуж. А я бы все равно вышла. Даже если бы не запретили. И тогда Саша стал писать мне письма. А папа даже их пытался перехватывать. Как можно перехватывать письма? Дублировать на другой имейл? Или как? Так, слушайте. Давайте по порядку. Он ухаживал за вами, уехал за границу. А потом? А потом все. Как это все? Но мы больше никогда не виделись. Не видеться – это ужасно. Погодите, а жил он где? Да может, это другой. Она же фамилию не знает. Может, это тезка или однофамилец. А вот это кто? Вот этот человек кто? Надо, что она делает здесь, в нашей семье? А? Зачем она здесь? Я хоу, мисс Андрика. Кто? Я с мальчиками приехала. Потому что вы наврали, что у них с мамой плохо. Так, Наталья, если она не перестанет вот так высказываться, я немедленно уйду. Нет, 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 нет. Она ни слова больше не скажет. Мама, тебе нельзя волноваться. Не надо. Все, тихо, тихо, тихо. Рассказывайте, пожалуйста, тетя. Мы познакомились с ним в доме МОД. На Кировском проспекте. Я тогда была совсем юная и необыкновенно красивая. И собиралась стать манекенщицей. Я пришла на показ и там увидела его. Я тогда еще не знала, что он там дипломат. Нет, я просто увидела молодого человека с яркими, пылающими глазами. Надо же, Верочка, я ничего такого не помню. Никаких твоих приключений, тем более в доме МОД. Надо. А не было никаких приключений. Была большая любовь. И она закончилась трагически. Трагически. Все. Вы оттиск принесли? Нет. Не принес. Почему? Я хочу... Хочу, чтобы вы утроили сумму. Ну, хорошо. Встретимся завтра здесь же. В это время, да? Да. Тогда до свидания. М-м-м. А-а-а. А-а-а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сандро! Кто это сделал? Нико, я спрашиваю, кто это сделал? Я, мама, но... Я не хочу сейчас с тобой разговаривать. Иди в угол. Нико. Это сделал Сандрик, да? Он не нарочно. Он еще маленький. Ты поступил, как настоящий мужчина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Тетя Вера, это Коля. Нико, скажите, я могу зайти письма посмотреть от вашего жениха? Помните, вы рассказывали? Или это неудобно? Да нет, конечно, Коля. Но если это очень важно, я покажу, приезжай. Правда, я не знаю, что там может быть такого. Так? Так. Переписка двух влюбленных сердец. Каждый день так долго будешь? Че ты там делаешь на своей работе? Спишь? Че смотришь? Я есть хочу. Здрасте. Угу. Вы не журналист? В смысле журналист? Не обращайте внимания, это я так. Я с тобой поеду. И не возражай. Юля. Я Лиса Джунипер. Тебя что, дома не ждет никто? Не-а. С родителями поссорилась? Не-а. А куда мы едем? К моей тете. Это та, которую дипломат любил? Она прикольная. А зачем мы идем к твоей тете? Чтобы понять, Милютин и тетин жених один и тот же человек или нет. Зачем? Как ты думаешь, почему тоска зеленая? Ну, а какая? Лиловая? Не, лиловая точно не тоска. Лиловое настроение – это когда хочется пармских фиалок, и чтобы прислала кто-нибудь незнакомый. Или серое – это когда дождь идет и лужи такие сморщенные. Или синее – это когда… Точно получится. А я как раз собиралась. Только не знаю, с чего начать. Я тебя очень прошу. Я говорю, а ты молчишь. Чего это я должна молчать? Тетя Вера… Походу, у твоей тети не внутри, а снаружи звонит. Тетя Вера… Это я. У вас дверь открыта. Тетя Вера… Тетя Вера… Нифига себе. Опять? Продолжение следует... Ну, чё там? Чё? Я поглощаю гуляш, заряжен весь патронтаж, Он ощущает кураж, и я включаю форсаж, Иду на абордаж, бью хандру на отмашь... Или на отмашь... Сыплого жалко. Ой. Обед в номер. О, обед в тему? Чё у нас тут? Гуляш. А можно автограф? И селфи? Ну, для таких классных девчонок, почему бы и нет? Так, сударушке, всё, вы обознались. Всё, всё, всё. Почему? А, гуляш. Иди давай, 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 давай. Бегом, 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 бегом. Не он это. Я ж тебе сказал, из гостиницы носа не высовывай. Ты здесь не Парадонтас, ты здесь Глебов, Илья Андреевич, понял? Ни полиция, ни журналисты не должны знать, где ты. Ты гуляешь будешь? Нет, не буду. Слушай, я тут подумал, может мне в правозащитники податься? Ну, типа рэпера Парадонтаса преследуют власти. Тридцать седьмой год снова с нами. А чё, в Европе нормально бабла бы стрясли с полицией. Моральный ущерб, типа. В Европе тебя давно бы посадили. А я бы вертелся, как уш на сковородке, чтоб тебя под залог выпустили. А чё, думаешь, выпустили бы? Вряд ли, ввиду высокой степени социальной опасности. На, подпиши вот тут. А чё это? Заявление о том, что ты сменил место пребывания. Ну, чё смотришь? Забыл, что ты под подпиской о невыезде? Так он же меня теперь найдёт. Этот, как он? Кто, Мишаков, что ли? Ну? Не боись, не найдёт. Значит так. Сидеть здесь тихо, никуда не высовываться, фотосессии не устраивать, пресс-конференции тоже. Окей. Буду ниже травы, тише воды. С буквой закона на «Б». Я же из культурной среды, и не хочу, чтобы за мной таскались суды. А ты не бойся беды, не надо суеты. Я рифмы вяжу в узлы и… Борозды, узды, дрозды. Я пошёл, позвоню. Авдотья Андреевна? Здравствуйте. Это Сандро. Мне срочно нужна ваша помощь. Просто вопрос жизни и смерти. Тётя Вера. Тётя Вера. Говорить можете? Воды. Дай воды. Воды дай. Сейчас, сейчас. Скорую вызывай. Не-не-не. Не надо скорую. Там капли мои на полочке. Ну давай. Аккуратно. Сейчас, сейчас. Тихо, тихо. Эти? Эти? Нет. Эти? Да. Сколько? Десять. Десять. Мам, ты дома? Мама? Давай. Три, четыре. Мама? Так, что тут происходит? Славочка, меня убили. Кто, они? Почти совсем убили. Сволочь! Тебе что надо от моей мамы? Ты что творишь-то? Сынок. Господи, Слава. А вы вообще ни при чём. Славочка, остановись. Коля, да что же это? Славочка, Господи, остановись. Отстань. Отстань, я-то укушу. Что это делаю? Паскуда. Так, Зина. Тихо. 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 Славочка. Так. Тётя, вам лучше? Да. Да-да. Мы когда пришли, тётя связанная была, а мы развязали. А вязали не мы. Больно. Ты что, сильно укусила? Средняя. Я сильнее могу. Так, мам, что случилось? Славочка, понимаешь, я ждала Колю. Так. Вот, письма приготовила. Он хотел мои старые письма почитать. Потом в дверь позвонили. Я думала, это Коля и всё. Дольше ничего не помню. Да, мы когда пришли, дверь открыта была. Заходим, а тётя с кляпом связанная. И это… О, Господи. Надо скорую вызвать и полицию. Ой, да не надо скорую. Я ненавижу врачей. Мама ненавидит врачей. Чего их ненавидеть? Просто уколы поставят и всё. Мама сказала, никаких врачей. Мамуль, ты как? А как, Славочка, плохо. Тихо, тихо, тихо. Это из-за братца твоего. Недоумка. Ему плевать на всех, кроме себя самого. А с Андрею кто-то причём? Ну что, я не прав? Всё, я полицию вызываю. Так. Я сам позвоню в полицию. Алло. Полиция. Здесь нападение на женщин. У меня дома. В самом деле, ничего не помните? Никто напал и не видели? Нет. Я дверь открыла и всё. Больше ничего. А письма? Письма. Письма вот здесь были. Здрасте. Здравствуйте. Вы один или с братом? Я? Один. Можно? Проходите. Чем я могу помочь? Вы сказали вопрос жизни и смерти. Это вам. Зачем? А-а-а. Вы решили за мной приударить? Да. Решил. Ну, а чё? Нет, помощь мне тоже нужна, но сегодня я решил. Значит так. История такая. Вы мне не нравитесь. Если б не ваш брат, я бы вас на порог не пустила. Мне не нравится, как вы себя ведёте. Мне не нравится то, что вы делаете. Совсем не нравится. Вообще. Никак. А брат тут мой при чём? Он производит впечатление нормального человека. А я, значит, ненормальный. Ладно. Идёмте, сварю вам кофе. Поговорим. Закроем тему. Нужно ещё раз внимательно посмотреть. Вдруг ещё что-нибудь пропало. Да нет. На месте вроде всё. Нормально проверить. На полках там, в шкафу. Спасибо. Ну, я не знаю. Драгоценности или сбережения, можно. О, Коля, да какие у нас сбережения. Я вышла замуж не так удачно, как твоя мать. Ой, у нас всё на виду. Вон, всё, что есть. Чё, только письма попёрли? Вот дела там. Коля, кто это? Девушка, вам вообще-то не стыдно таскаться за моим племянником, а? Вот нисколько не стыдно. Не молюсь. Вот что, идём. Идём, я тебе говорю. Не, обращай внимание, я могу. Слушай, ты можешь помолчать? Ну, чё ты всё время лезешь? Чё я лезу? Я не лезу. Ну, ты стой тогда здесь. Спасибо, Славочка. Спасибо. Ой. А обратный адрес не запомнили? Какой адрес? Ну, на конверте обычно пишут. Адрес обратный. Нет. А где жил ваш кавалер? Да я понятия не имею. Не бывали у него? Коля, ну, конечно, нет. Неужели ты думаешь, что в наше время было принято таскаться за молодыми людьми? Есть открыто, Сергей Петрович. Есть кто живой? Смотри-ка, каламбур получается. О, родные лица. Ну, и что мы теперь здесь делаем? Женщин грабим? Это тётя моя. Я её не грабил. А у нас, по достоверным данным, здесь грабёж, причинение телесных. И покушение на убийство. Господи. А чем тётя-то вам помешала? Тем, что собирается наследство оспаривать? Майор Мишаков. Вера Константиновна. Приятно. Ну, и как же так получилось, Вера Константиновна, что ваш родной племянник на вас напал? Да нет, тут какое-то недоразумение. Секундочку. Паша, забери у задержанного мобильника. Есть. А то, вы знаете, начнёт трезвонить, когда в работе надо. Я с его адвокатами хороводу водить некогда. Слушайте, давайте по порядку и с самого начала. С самого начала? Да. Ну, хорошо. Значит, где-то в час мне позвонил Коля, мой племянник. Галецкий. Совершенно верно. Если честно, я очень хотел с вами увидеться, но значит, я вам не нравлюсь. А вы что, рэп слушаете, разбираетесь с ним, да? Да, ничего я не разбираюсь. А в чём там разбираться? Ну, складывайте вы рифмы. Кто их не складывает? Хотите, я сложу? Хочу. Я ждала от него подарков, но когда миновали арку, нам навстречу попалась цыганка в пышно-юбочном торжестве. Он дал ей сухую руку, и она нагадала разлуку, и скитание вечную муку в светло-тающем божестве. Ну, и что тут мудрёного? В чём искусство? Отчего все так визжат и падают в экстазе? Что вы стоите как в столб? Садитесь? Не могу. Почему? Дедушка Додиане учил, что в присутствии женщины можно сидеть только в двух случаях. Если у тебя отказали ноги, или она угощает тебя обедом. А наш дедушка был грузинский князь. Вы что, есть хотите? У меня имеется борщ. Да не, не. Спасибо, правда. Не надо. Спасибо. Тогда садитесь. Я вас уже угощаю. Кофе. Вы же образованный человек. Я читала вашу биографию. Университет, красный диплом, Кембридж. Оксфорд. Тем более. Ну, вот сколько вам? Тридцать. Вот видите, вполне себе зрелый возраст. Ладно, подростки, недоумки. Но вы. Рэп — это голос улиц. Социальный протест. Да что вы говорите? Протест? Угу. И за что же борется рэпер? Парадонтус? За свободу черных кварталов? Какой у вас может быть протест? Вы же благополучный, ухоженный, дорогостоящий лгун. Лжете вашей аудитории, лжете на телевидении. Ну, на телевидении вообще глупо правду-то говорить. Это ж неисповедальня. И потом. Почему вы решили, что я должен перед вами оправдываться? Ничего я не решила. Просто вы спросили, почему вы мне не нравитесь, я вам ответила. А я на вас жениться собирался. Ничего не выйдет. Ну, давай-давай. Смелей. Значит так, гражданин Галицкий. Вот вам бумага, вот ручка. И настоятельно рекомендую сочинить правдивую историю. Врать можно. Только там, где я не смогу проверить. И про Милютина, которого вы с братцем грохнули, напиши. Не стесняйся. Занимаетесь ерундой, майор. Ерундой. Зайду через пару часиков. Моя мама ничего не понимает в рэпе. Но она не сердится. А смеется. А с чего вы взяли, что я сержусь? Знаете, как она говорит? Мы великовозрастные охламоны, которые никак не хотят взрослеть. А всем нашим протестам грош цена, потому что, по сути, он всего лишь один. Мы протестуем против ответственности. Ваша мама умный человек. Исключительно. Борис Васильевич, здравствуйте. Это Юля. Димитова, да. Спасибо, я стараюсь. Ну, все благодаря вам, товарищ генерал. Борис Васильевич, у меня есть к вам просьба. Мне нужно сделать экспертизку быстро. Поможете? Что мы знаем о Лисе? Ничего. И то не все. В моей квартире убили человека. И я все время думаю, что должны были убить меня. И дело не в том, что я там боюсь или еще что-то, а в том, что он погиб из-за того, что я влип в какую-то дурацкую историю. Вы как будто кино рассказываете. В жизни так не бывает. Получается, что бывает. Если мы с братом не разберемся в этой истории, никто не разберется. Я обещала вам помочь. Что от меня требуется? Да ничего. Но если вы еще не решили выйти за меня замуж. А если решили, то понадобится подвенечное платье. Я не решила. Да что с вами такое? У вас человека убили, а вы глупости болтаете. Да я не болтаю глупости. Я посвящаю свои планы. Дурак. Ладно. Давайте забудем наши планы. Ваши планы. Да. И перейдем к моим текущим криминальным делам. По поводу вашего соседа. Ну, точнее, того человека, который им назвался. Давайте, опишите его. Среднего роста. Сердитый. А, у него усы были. Усы? Угу. А сколько ему лет? Лет пятьдесят. Полотер. В смысле? Наш полотер, дядя Витася. Он подходит под описание. Дядя Витася? Да. Он здесь полы натирает. У кого паркет. И как давно вы знаете этого дядю? Да с детства. Он мне по наследству от бабушки достался. Так. Полотер. Вот. Угу. А что городской? Мобильного нет? Нет. Он из того времени, когда мобильных и в помине не было. Трубку не берет. А Милютину тоже он паркет натирал? Натирал. Илюш, ты можешь по городскому номеру адрес пробить? Ты где, лишенец? Почему из отеля уехал? Потом объясню. Можешь? Могу. У меня правда обстоятельства так сложились. Сделаешь, а? Очень надо. Диктуй. Есть. Адрес Седова, 10. Селезнёв, Виктор Палыч. Все сходится. Я поехал. Куда? Как куда? К нему. Зачем? Поговорить. А можно я вам завтра позвоню? Нельзя. Подождите. Я поеду с вами. Только вы не выдумываете себе ничего. Вы тут ни при чем. Просто я хочу во всем сама разобраться. Заодно познакомлю вас с дядей Витасией. А то вдруг его инфаркт хватит. Когда он увидит такую знаменитость. А можно я вас буду Дуней называть? Нельзя. Лимузин, личный шофер. Голос улиц говорить и социальный протест. Это всего лишь средство передвижения. Никого. Будем ждать. А какой смысл? Вдруг он вообще не придет? Логично. Ладно. Можете не провожать. Я там видела книжный магазин за углом. Всего хорошего. Мы так не договаривались? А в доте Андреевна? Подождите, как это не провожать? Я вас сюда привез, я его увезу. Только вот, конечно, в магазин мне нежелательно. А что такое? Поклонники автографами замучивают? Ну, замучают, замучают. Так что давай как-нибудь в другой раз книжный, м? А мы уже на «ты», да? Ну, да. А к чему эти церемонии? Право слова. А, это высокий слог, да? Чего ж ты издеваешься-то надо мной все время? Ну, есть у меня водитель. Даже охрана иногда бывает. Ну, и что? Не человек я теперь, что ли? Человек. Просто неудобный человек. Ть, неудобный. Поклонники, мировая слава. Наверняка обожаешь себя в искусстве. Куда ты меня тащишь? Да ты еще и нахал. Пусти. Тихо, тихо, кажется, это он. Кто? Сосед, которого встретил у тебя возле квартиры. Селезнев. Ну, может, это и Селезнев? Нет. Какой-то другой. Не наш полотер, это точно. А, по-моему, наш. Ты куда? Зачем это детективщина? Почему просто нельзя подойти и поговорить? Да тихо, тихо. Господи, во что я ввязалась? Лучше бы на кафедру поехала. У меня дел полно. Кажется, заметил нас. И что? Теперь отстреливаться будет? Не исключено. А я говорила, что нужно подойти и поговорить. Подождите! Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам бы дядю Виктора Павловича. Понимаете, нам нужно паркет натереть. Пропадают ценнейшие породы. Дуб, береза, бук. Вот звоним ему, звоним, он трубку не берет. Может, уехал куда-то? Я даже не знаю. Но он обычно предупреждает. Там в квартире цветы поливать нужно. Он один живет, когда уезжает, ключи оставляет мне. Ага. А сейчас не оставил. А сейчас не оставил. Что такое? Хочешь ломиться в дом? Хочу, но не могу. Не бить же стекло посередине дня. Да, действительно. Имею в виду, если ты разобьешь стекло, то я сама позвоню в полицию. Ты думаешь, что тебе все можно, раз ты звезда и окончил Кембридж. О, Оксфорд. Пошли отсюда. Эй. А если этот Селезнев не Селезнев убил Милютина? А при чем тут дядя Витаси? А если он к нему ушел? Ну, не может же это быть просто совпадением. Значит, полезешь. Нет, не полезу. Ты же тогда не согласишься родить мне трех сыновей. Из принципа. Ну, ну. Паш, я в Главк, потом домой. До завтрака, товарищ майор. Товарищ майор, я к вам. Если заявление писать, приходите завтра. У меня рабочий день уже закончился. Подождите, я не писатель. Мне нужно поговорить. О чем? О вещественных доказательствах. И что доказывать будем? Сергей Петрович, а что с Гальским-то делать? У нас заявлений от потерпевшей нет. Ой, здрасте. Вот иди и поговори с заявительницей. Стойте, товарищ майор, мне нужно с вами поговорить. А вы Демидова. Демидова. Что еще за Демидова? А автограф можно? Потом. Спасибо. Демидова Юлия Павловна. 1995 года рождения. Я в кабинете подожду. Не понял. Товарищ майор, вы не в курсе? Подожди-ка. Товарищ майор. Барышня, вы это, что-то напутала. У нас тут полиция, а не зал ожиданий. Сегодня днем я была в квартире с Николаем Галицким, в той самой, откуда вы его забрали. Опять Галицкий. А я сегодня в Ватикане был. С папой Римским разговаривал. Ты туда, случайно, не заходила? Когда вы пришли, я в ванной спряталась. И вы меня не заметили. Лейтенант. Я в ванную не проверял. Уволю к чертовой бабушке. Значит так, никаких мне здесь разговоров загалицких и покиньте кабинет. Не спешите, майор. Во-первых, я свидетель. Во-вторых, у меня есть улики. Да плевал я на эти улики. Вот где мне уже эти свидетели. Только и делают эти свидетели, что врут. Еще этого не хватало. Моль какая-то прилетела, и смотри-ка ты, у нее тоже улики. Сергей Петрович. Что Сергей Петрович? Ну, зачем вы так, майор? Вы же меня не знаете, я правильно понимаю? И знать не хочу. Все, я в главку. Уведи девушку. Товарищ майор, Сергей Петрович. Ну что? Вы бы так, ну, не горячились. Она все-таки крутая блогерша. Крутая кто? Ну, она интервью берет у артистов, политиков, бизнесменов. У нее даже вице-премьер был. А на этой неделе наш министр будет. Какой ваш министр? Ну, наш. МВД. Да иди ты. Ага. А еще генерал Бобинцов ей интервью давал. Начальник УВД? Угу. Борис Васильевич. Вот только повежливее, Сергей Петрович. Вот смотри, я его сфоткал. Молодец. Можешь в рамочку поставить. И любоваться. Объясни мне, как можно так жить? Ты ненормальный? Да я просто не хочу в тюрьму. И мне не все равно, кто убил того старика. И Сиплова тоже. Их же кто-то убил. Ну и что ты хочешь, товарищ майор? У нее, скорее всего, диктофон. Угу. У меня, скорее всего, диктофон. И он пишет весь наш разговор. Ты… Вы что же, хотите меня этим диктофоном шантажировать? Конечно. А зачем он еще нужен, диктофон-то? Исключительно для шантажа. Ну и какие улики у вас, Юлия… Павловна. Павловна. А улик, собственно, две. Первую, заради конспирации, я оставила в квартире. Это башмаки двоюродного брата Галицкого, который примчался, как только мы с Николаем Михайловичем обнаружили тетю Связанную и без чувств. И что же с башмаками этого двоюродного брата? А они были сухими. Абсолютно. Замечательно. И чего? Ничего. Только если вы не заметили, на улице зима. Снег, слякоть. Следовательно, он пришел не с улицы, а с лестницы, где терпеливо ждал, пока мы зайдем в квартиру. И зачем ему это было надо? А на это есть вторая улика. Это кусок веревки, которым была связана тетя. А этот кусок я отрезала от той, которую я нашла у них под ванной. Они одинаковые. Сейчас все веревки одинаковые. Потому что в Китае сделаны и на рынке куплены. Правильно. Поэтому я запросила экспертизу. У вас в главке. Вот заключение. На веревке остались исключительно потожировые следы тети Галицкого и ее сыну. Образец биоматериала я взяла с полотенца, которое спернул у них в ванной. Так это получается, что руки мамаши вязал собственной сынуля? Угу. И почему я должен этому верить? Можете не верить. Собирать улики не моя задача. Моя задача, чтобы вы Галицкого выпустили. Но это мы еще посмотрим. А тут и смотреть не на что. Насколько я понимаю, заявления от потерпевшей у вас нет. Доказательства его вины тоже. Мы все время были вместе, я могу это официально засвидетельствовать. У тебя что, журналистское расследование, что ли? Нет. Просто я знаю Галицких довольно хорошо. Никто там никого не убивал и подвешивать тетю к потолку не собирался. И дался тебе этот Галицкий? Дался. Кстати, прошу зафиксировать мое благородство. Я Бубенцова за Галицкого просить не стала. Запросила экспертизу и терпеливо ждала результат. Благородство зафиксировал. Но все предметы с места преступления изымаются исключительно в присутствии понятых под протокол и видеозапись. А иначе это не улики, а собачий… Сергей Петрович. Хвост собачий. Вот что я с этим делать буду. Что хотите. Кстати, вас не удивило, что сын потерпевший позвонил сразу вам, а не в местное отделение полиции. Я Галицкого на улице подожду, хорошо? Юль Павловна, вы обещали автограф. Давайте. И селфи можно? Конечно. Так ты думаешь, Галицкий не при делах? Не при делах. Их с братом кто-то явно подставляет. Спасибо. Кто? Пока не разобралась. Вам селфи надо, майор? Иди уже. Угу. Вот это вроде ничего получилось, товарищ майор. Она что, ей вправду знаменит? Ага. Ну, у нее свое шоу в сети. Называется «Лисьи тропы». Миллион просмотров. Неужели не видели? Да не видел я никаких троп. Тем более «Лисьих». Ни шута не понимаю в современной жизни. Купи мне чупик. Как ты поняла, что меня выпустят? А ты слышала что-нибудь про женскую интуицию? Нет. Слушай, мне домой надо. Душ принять и на работу завтра. Я с тобой. Куда со мной? Домой. Потом завтра на работу. Если что, опять под забором погуляю. Сейчас. Секунду. Прости. Тихо. Алло. Нику. Да, мам. Сынок, у тебя все в порядке? А то я звоню, звоню, а ты трубку не берешь. Нет, нет. Все нормально. В институте просто связь плохая. Тут нам тарелку устанавливают и… Придавай привет! Это от той девушки, которая с вами приезжала? Спасибо. Ей тоже передай. Передам. Мам, мне бежать надо. Целую тебя, сынок. Пока. Целую. Ну, чего ты все время лезешь, а? Чего такого? Я только привет передала. Ничего. Просто это неправильно. Ты пойми, мне почти сорок, а ты вообще девчонка еще. Это ты к чему? Типа ты старый для меня? При чем здесь это, а? Ну, не знаю. Мне показалось, что ты стесняешься. Да, я старый. Для тебя я старый. И то, что ты таскаешься везде за мной, это неправильно, понимаешь? Это просто неприлично. Я тебе нравлюсь? Нет. Ты мне не нравишься. У тебя вид дебильный. Ты кусаешься и вообще… Что вообще? Ничего вообще. Ну… Хочешь, я тебя отстану вообще? Что ты хочешь, чтоб я тебе сказал? Не уходи, побудь со мной. Пылает страсть в моей груди. А в твоей груди пылает? Юль, тебе домой пора. Давно уже пора. А ты застану. Тонненько Тонненько Субтитры делал Морфа И вот я не был. Они что-то не было. Нет, я не был. Найдерной Продолжение следует... 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 Здесь. О, товарищ майор, как вы вовремя. Если бы только знали, заходите, заходите, мы с Дуней такую историю вам расскажем, фух. Будет забавно, если они навстречу к нам выйдут. Не выйдут. Идиотизм. Да хватит тебе скулить. Просто письма найдем и все. А если они поняли, что ты ключи стащила, и замки сменили? Если я что, дурочка? Пока ты там ляс из полиции тащил, я втроих ключи сделала. Тут мастерская рядом, а тетя на место повесила. Умная какая. Диктуй тетин номер, в дочи сбросим. Полотер, говорите? Ага, только он нифига не полотер, хоть и назвался его именем. Но вот что вы лезете не в свое дело? Я, между прочим, могу запросто арестовать вас за незаконное проникновение. А у него, между прочим, был свободный доступ к ключам от квартиры Милютина. Свободный? Паша, проверь все досконально и с родственниками свяжись этого… Селезнев Виктор Павлович. Селезнева. Мне нужно выйти на минуту. Пожалуйста. Если он действительно пропал, объявим в розыск. Сделаю. Извините. Майор, вы опять за свое? У вас есть основания для задержания моего клиента? Если б были, я бы здесь не сидел. А он бы сидел. Но не здесь. Слушаю. Здравствуйте. Вас из банка беспокоят? Садись, садись. О господи, что еще за перевод? Из пенсионного, что ли? Ну что? Ничего вообще. Вообще-вообще? Угу. Ник, ты не ищешь. Посмотри в шкафу. Не ищу. Нет, ну почему? Рецепт витаминного напитка нашел. Из чайного гриба и облепихи. Может, нет никаких писем? Есть. Чего ты ввязался? Ной не ныл и ты не ной. Чего ты как старик? Я есть старик. Нашла, кажется. Смотри. Саша Эм. И здесь. Тихо. Улипли. Олег. Олег, хорошо, что позвонил. Я до тебя никак дозвониться не могу. У тебя телефон постоянно. Мне зона действия сети. У меня проблемы. Я не знаю, что делать. Олег. Говорю, не знаю, что делать. Нам бы пересечься. Почему не вот это? Ну, ничего, ты застрял там. Мне надо тебе кое-что сказать. Давай потом. Романтическая чушь. Вот зато адрес есть. Озерки. Цветочный переулок 12. Вот это, судя по штемпелю, последнее. Смотри. Да не буду я ничего смотреть. Читать чужие письма неприлично. Да ладно, ты сам тетю просил. Я думал, она мне даст прочитать то, что сама считает нужным. Ник, ну я же для дела. А ты страшно зануда. Здравствуй, Никуш. Здравствуйте, Юленька. Мам, ты... Здрасте. Да, привет. Мне нужно с тобой поговорить. Кошмар. Тебе теперь попадет, да? А почему ты не сказал, что она придет? Откуда я сам не знал? Она вообще сюда приходить не любит после того, как отец умер. Ладно, сиди. Сюда пирожок. Ты позвонила хотя бы? Ой, мои сыновья совсем распустились. Одного постоянно показывают в криминальных новостях, другой проник к тете, что-то там сделал, попал в полицию. Ну, я никуда не проникал, и Сандро не виноват. Ты не звонишь. Он не звонит. Что с вами случилось, Нико? Наследство, мам. С нами случилось это гребанное наследство. О-о-о! Я попрошу в моем присутствии не выражаться. Когда Сандро выражается, ты терпишь. Больше не буду терпеть. Вы мне надоели. И я жду объяснений. Что, все рассказывать? Все. Но это долго. Я никуда не спешу. Господи, а ключи-то ты зачем стащила? Из-за писем. Я поняла, что по доброй воле нам их никто не покажет. А там что-то явно не так. Мама, Юля хотела как лучше. Слушай, добыли письма? Добыли. Прочитали? Нет, конечно. Прочитали. Ник очень нежный, ему такие штуки не нравятся. Он считает, что нужно ждать, пока кто-нибудь другой разберется. Ничего, я так не считаю. Считаешь. Ты к тете не хотел идти. И искать не хотел. Даже Дуня согласилась нам помочь. Я бы сказала, что мой сын очень разумный человек. Ну, мы же должны довести дело до конца. А что в этих письмах? Да ничего особенного. Зато есть адрес. Мы можем поехать и узнать все про человека, который оставил наследство Нику. Ну да. То есть вы собираетесь продолжить вашу незаконную деятельность? Ник может не продолжать, а я продолжу. А какой там адрес? Сейчас. Ты не должен подвергать девочку такой опасности. Да эта девочка сама везде лезет. Ты должен ее остановить. Не надо меня останавливать. Вот. Приморский район. Поселок Озерки. Нет, я не знаю этот адрес. Сейчас, секунду. Где мой телефон? А Доня, это кто? Это твоя подруга? Нет, это подруга Сандрика. Он собирается на ней жениться. Татьяна Петровна, здраво. Ой. Вот это новость. Наверное, не надо было говорить, да? Послушай, девочка. Ты берешь очень интересное интервью. Очень больших людей. Я с удовольствием их смотрю. И мне очень нравится твоя логика. И я ни за что не поверю, что в разговоре с незнакомым человеком ты способна вот так вот раз и легко выдать свои секреты. За информацию спасибо. В общем так. Дом в Озерках – это завещанное нам имущество. Слушай, они никогда не разводились, твои родители? Всю жизнь вместе жили? Конечно. Что конечно? Так не бывает. У всех родителей в разводе. У всех моих подруг. У меня. Юль, по-всякому бывает. Я своих умоляла, из дому бегала. А они все равно. Мама меня потом к папе сплавила. Сказала, что у нее тоже должна быть жизнь. Получается, я мешала ей жить? Ну что, пришли? Через забор полезем или позвоним? Ну через какой забор? Хватит нас криминала. Знаешь, я... Я, наверное, никогда не буду детей заводить. Вдруг потом придется разводиться. Не придется. Здрасте. Кто вы? Я Николай Галецкий. Александр Милютин оставил мне и брату моему наследство. Документы есть? Да, конечно, есть. Пожалуйста. Вы тоже давайте. Мы просто хотели спросить. Давайте, давайте. А вы, простите, кто? Вы родственник Александра Милютина? Нет. Работали вместе. А теперь я слежу за домом. Меня зовут Александр Александрович. Что вы хотели спросить? Вот, родственников ищем Александра Агеича. Или, может, вы знаете, почему он такое завещание оставил? Разумеется, знаю. Почему? Потому что братья Галецкие, наследники второй очереди. И не делайте вид, что для вас это новость. Для меня это правда новость? Он не знает, он правда не знает. Зуб даю. Ну, хорошо. Входите. Спасибо. Это какая-то ошибка. Потому что наследники – это родственники. А у нас нет родственника с фамилией Милютин. Есть. Да нет. У моего отца фамилия Галецкий. Он умер давно. У матери фамилия Додиане. Александр Милютин – родной брат вашего деда. Сандро Додиане. Но я же говорю, это ошибка. У моего деда никогда не было брата. У него сестра была, Софико. Это мама тети Веры. А дед Додиане. Он родился в Тбилиси. Он грузин. Не может же быть у человека по фамилии Додиане, брата по фамилии Милютин. Наверное, Александр Рогеевич просто родственников искал, и ошибся, и все. Видите ли, молодой человек, Александр Рогеевич никогда не искал родственников. Он прекрасно знал всех своих родственников. Ну, были, конечно, прямые наследники. Дочь Вера, внук Вячеслав. Но завещание в их пользу было аннулировано. Присаживайтесь. Я… Так, это какая-то ерунда. Тетя Вера нам бы все рассказала. Если бы у деда был брат, то мы бы об этом точно знали. В конце концов, документы были бы какие-нибудь, семейные фотографии. Дело в том, что Александр Рогеевич служил в разведке. Он много лет прожил за границей на нелегальном положении. Поэтому, когда он стал Милютиным, все прежние документы изъяли. Его жена умерла при родах. И ваша тетя, Вера, даже не догадывалась о существовании родного отца. Где он служил? Почему умерла при родах? Не умерла она. Тетя Вера – это дочь бабушки Софико. Ник, ну ты чего? У твоего дедушки были брат и сестра. Брат пошел в разведку, стал засекреченным. Со всей семьи взяли подписку о неразглашении. Ну, они и не разглашали. А потом у него родилась дочь, твоя тетя. И дедушкина сестра ее удочерила, потому что настоящая мама умерла. Совершенно верно. Знаете что? Давайте выпьем чаю. И я вам все подробно расскажу. Ник, мне тоже нужно тебе кое-что сказать. В общем, короче, это я заварила эту кашу. Ты-то здесь при чем? Скажи мне, ты меня любишь? Юль, слушай, ну чего ты? Скажи. Ну, конечно, я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Я тебя очень люблю. Ну, это же хорошо. Да что хорошего? Нет. Слушай, Милютин был человек-легенда. Я брала интервью у одного деятеля внешней разведки. Милютин там на Западе творил настоящие чудеса. Он, ну, практически третью мировую предотвратил. А еще он возвращал в страну предметы искусства, которые продавали после революции. А ты-то интервью почему брала? Я журналистка. Ты журналистка? Да. Я хотела сделать программу про Милютина. И в музее ФСБ мне дали прочитать его биографию. Ну, разумеется, то, что можно. И там было и про семью Додиане, и про вашу семью. Стоп, 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 стоп. То есть ты о нас все знала до знакомства с Сандро? А мне почему сразу не сказала? Я не могла. Я познакомилась с Сандриком специально. Понимаешь, как это круто? Дед – легендарный разведчик. Внук – популярный рэпер. Это же не материал. Это мечта. А потом я тебя боялась потерять. Чай надо непременно из самовара. Из чайника совсем не то. В чайнике вода, в самоваре душа. А что это были за письма? Мы этот адрес нашли на старых конвертах. Тетя рассказала, что за ней ухаживал некий Саша М. Мы подумали, что это и есть Александр Милютин. Ухаживал за ней я. У меня было задание. Я и ухаживал. Меня, как Милютина, зовут Александр. Фамилия Маймиронов. Поэтому я подписывался Саша М. Письма писал отсюда. Это дача нашего ведомства. Когда Милютин ушел на пенсию, ему подарили этот дом за исключительные заслуги. А зачем вы ухаживали за его дочерью? Ну, он хотел знать, как она живет, чем дышит. Из-за секретности ему не разрешали общаться с родственниками. Поэтому меня обязали наладить контакт. И долго вы его налаживали? Два года. А потом? Потом Милютин прекратил нашу переписку. Почему? Почему, не знаю. Но я очень хорошо помню этот день. С огнем играешь, полковник. А я всю жизнь с огнем играю, товарищ генерал. Саша, у нас молоко есть? Молоко? Да, молоко. Есть. Принеси, пожалуйста. И иди погуляй пока. А при чем здесь молоко? Понятия не имею. Я отправил последнюю открытку. И все. А через неделю Милютин уехал в очередную командировку. Так, ну КГБ нелегалы, я понимаю. Но если тетя Вера дочь Милютина, почему он ей ничего не оставил? Мы здесь при чем? Вы действительно ни при чем. Просто он не захотел все оставлять своему внуку. Сначала написал завещание, а потом передумал. Почему? Почему? Да потому что… Девина, стой на месте. Я сказал, стоять! Нет! Весь дом перерыв. Нет фабержа. Пусто. Ну ничего, мы по-другому отыграем. Ты чего увозишься? Сказал тебе, привяжи его нормально! Веревки не хватает! Дай сюда! Я сам. Девку нормально привязал? Привязал я ее, привязал. Эта гадина кусается, пришлось рот заткнуть. Что происходит? Тихо ты, не рыпайся. Старого куда? Может он живой еще? Сам разберусь. А ты пролезь здесь все хорошенько. Славка. Славка. Это ты что ли все придумал? Зачем? Тише, 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 тише. Тише. Как ты мог? Нет. Что я должен был делать? Что? От наследства отказаться? Тут миллионы. Слав, ты дурак, сгорит же все. Дом сгорит, участок останется. Нет, зачем ты в лес? Зачем? Кто тебя просил? И Сандро тоже придурок. У него своих бабок да дури. Ты еще и правда хочешь нас сжечь? Не хочу, не хочу. Никого не хочу. Ну что я должен делать? Нет, что? Скажи мне, что? Развяжи меня. Нет, не могу. У меня обратного пути нет. Да это только кажется. Ну все, зажигалку давай. Что, что случилось? Да не трясись ты так, смотреть тошно. Да что случилось? Ольга Бэшник этот уполз куда-то. Сразу надо было гончать. Но ничего, далеко не уведет. Ну что, Лисонька, зверек ты мой знаменитый. Спасибо тебе. На такое дело подписала. Увидимся на том свете. Ладно, кончать тут надо. Давай зажигалку. Олег, может не надо? Может просто застрелим, а? Заткнись. Чувак, дерьмо. Сходи за спичками. Лежать! Олег! Стой! Все устоять! Работает ОМОН! Значит, царапина ваша заживает очень хорошо. Прямо-таки замечательно заживает. Я думаю, швы деньков через пять снимем. И забудется все, как страшный сон. Так что я вас с чистой совестью выписываю. Спасибо. Да не за что. Вы под обстрел больше не попадаете. Постараюсь. Здрасте. Вы позволите? Николай Михайлович. Здрасте. День добрый. Пройдемте? Да, конечно. Спасибо еще раз. Всего хорошего. Мы в камеру сразу. Зачем в камеру? Тут и поговорим. Ну, а подруга-то ваша глазастая, соратник по несчастью, на выпуску не приехала? Нет, не приехала. Угу. Николай Михайлович, подозрение с вас мы сняли. Сан Саныч, коллега Милютина, все нам рассказал. Подождите, он жив? Миронов-то? Да. А что ему сделается? Жив, тертый калач. Представляете, он в бронежилете был. Да ладно. Пройдемте. Так вот, прикинулся убитым. И когда с вами мазурики эти разбирались, он подмогу и вызвал. То, что рассказал майор, оказалось и просто, и сложно. И никак не укладывалось в голове. Мой двоюродный дед, разведчик Александр Милютин, выйдя на пенсию, решил наладить отношения с родственниками, которые о нем ничего не знали. Начал со своего родного внука Славы. Познакомился, они стали общаться. Слава ему так понравился, что Милютин написал завещание, по которому все свое имущество отписал внуку, о чем по простоте душевно ему же и рассказал. Слава решил не ждать, когда новоявленный дедушка отойдет в мир иной естественным путем, и попытался отравить его, подменив лекарство. Милютин его за этим застукал, имел с наследником серьезный разговор и выставил за дверь. Слава перепугался и, наверное, больше никогда даже мыслей бы об убийстве не допустил. Но тут у него появился сообщник. Частный детектив Олег Смагин. И к этому имело прямое отношение Юля. Они были знакомы. Это Юля попросила Олега помочь ей в сборе информации о родственниках Милютина. А попутно поделилась тем, что знала. В том числе рассказала о том, что в 80-е Милютин скупал за границей предметы искусства, одним из которых было уникальное пасхальное яйцо работы Фаберже. Милютин должен был приобрести его для своего шефа, но сообщил тому, что сделка сорвалась. Ходили слухи, что раритет он на самом деле приобрел и спрятал в одном из швейцарских банков. Олег решил во что бы то ни стало заполучить сокровища, познакомился со Славой, расположил его к себе и предложил помощь в устранении Милютина. Вместе они подкупили Селезнева, полотера, который был вхож в дом Милютина, и тот изготовил дубликат ключей. Ночью они проникли к разведчику, связали его, но выяснить, куда тот спрятал яйцо, им не удалось. Старик умер от сердечного приступа. Осмотреть квартиру они тоже не смогли. Соседка услышала шум, и подельникам пришлось уносить ноги. После этого Олег дважды приходил в квартиру Милютина. В первый раз обыскал ее, но Фаберже не нашел. Зато нашел новое завещание, из которого понял, что Слава теперь ничего не получит. А во второй раз столкнулся на лестнице с моим братом. Опасаясь, что Сандро видел, как он выходил из квартиры, Олег решил избавиться от свидетеля. Пришел к Сандро домой, но наткнулся там на рэпера Сиплова. Что между ними произошло, неизвестно. Но Олег Сиплова убил. Когда Селезнев узнал, что Милютин умер, он попытался шантажировать Олега. Во время драки Олег сбросил его с моста. Волотер ударился головой, потерял память, но чудом остался жив. Мишаков нашел его в одной из городских больниц. Олег предложил Славе разыграть карту с завещанием, которое Милютин написал на нас с братом. Ведь если нас посадят за убийство, наследство автоматически перейдет к наследнику первой очереди. То есть к моей тете, родной дочери Милютина. А от нее к Славе. Попытка подставить Сандро провалилась, помешал адвокат. Тогда Слава организовал мое нападение на тетю Веру. Якобы я пытался расправиться с претенденткой на наследство. Но меня спасла Юлина сообразительность. Пусть ты недосягаема, как звезда, как неприступная крепость. Но я именно тот, кто растопит лед, в твоем сердце решит твой репость. Пусть ты недосягаема, как звезда, как неприступная крепость. Но я именно тот, кто растопит лед, в твоем сердце решит твой репость. Дуня, Дуня, Дуняша, близится тот день, и ты мне да обязательно скажешь. Я построю дом, и в нем ты родишь тройняшек. Места хватит семь, дом будет трехэтажный. Дуня, Дуня, ну хватит дуться, выпусти на волю свои чувства. Мы же оба знаем, что друг другу нравимся, и все это дело неизбежно к свадьбе катится. Пусть ты недосягаема, как звезда, как неприступная крепость. Но я именно тот, кто растопит лед, в твоем сердце решит твой репость. Пусть ты недосягаема, как звезда, как неприступная крепость. Но я именно тот, кто растопит лед, в твоем сердце решит твой репость. Дуня, Дуня, Дуняша, Дуня, Дуняша, Дуня, Дуняша. Дуня, Дуня, Дуняша, Дуня, Дуняша, Дуня, Дуняша. О-о-о, спасибо, друзья, всем отгружим, большой респект, а сейчас здесь выступит мой друг КЖ, вы его все знаете, дайте шуму! Йоу, поднимите руки, бэк! Ну че, тебя хоть чуть-чуть прокачало? Да, прокачало, не то слово. Несколько фотографий для Ньюз Мьюзика. Сейчас, подожди одну секунду. Ты фотографируйся, нормально все. Вот она была. Фотографируйся. Сейчас, подожди, Нико. Ну че, ты до сих пор страдаешь? Ты о чем? Да ладно тебе. Позвони ты и сам, поговори, че ты как маленький? Ну, не лезь в это. Да я не лезу, просто как брат тебе говорю, вляпалась она там в какую-то непонятную историю. Ну в чем она виновата? В том, что обманула меня. А ты самый правильный чувак на планете, да? Ну, я разберусь сам. Ты фотографируйся. Да нет, нравится тебе страдать? Страдай. Только она реально хорошая. Упустишь, всю жизнь жалеть будешь. И трёп на поиске в темноте, то чего там не было и нет. Хотел ты этого, друг, или не хотел? Чемпионский сияющий кубок или провал? Время покажет, я целую фортуну жадно в губы. И не важно, что она скажет, каждый выстрел в цели. Бэнк-бэнк! И за окном новый день, окей, пришло твое время. Привет! Привет! Мне увидеться с тобой надо. Можно сейчас? Ты чупик купил? Почему ты мне не сказала ничего? И притворялась. Зачем ты притворялась? Когда тебя считают дебилом, притворяться не надо. Все же и так знают, что ты дебил. А в больницу почему не пришла? Я чувствовала себя виноватой. А сейчас? И сейчас чувствую. Перестань. Не получается. Ты не стараешься. Я стараюсь. Я так рада, что ты позвонил. Несмотря на то, что ты ужасно зануда. А я посмотрел все выпуски «Лисьих троп». Только не ругай меня. Не буду. Я вообще решил, что буду все время только хвалить. Меня? Ага. Тогда у меня есть к тебе дело. Это открытка, которую Миронов писал вашей тете Вере. Помнишь историю про молоко? Смотри. Я прочитала, что когда-то таким способом заключенные писали послание из тюрьмы. Молоком, прикинь. Когда оно высыхает, ничего не видно. А когда нагреваешь, проступает. Смотри. Знаешь, что это? Это обозначение банка. А это шифры ячейки, где наверняка хранится то самое яйцо Фаберже. Милютин был уверен, что Вера не выбросит письмо. И сделал капсулу времени. Он давно уже достал это яйцо и продал. Нет. Я изучила биографию Милютина вдоль и поперек. И поняла, что он просто не мог этого сделать. Почему? Потому что он прятал его не для себя. Он хотел сохранить его для потомков. Чтобы вернуть людям, когда настанет время. Но просто он не смог. А мы сможем. Нет, Юль. Ты представляешь, какой материал получится? Нет, нет, нет. Не кушай. Нет. Слушай, я не позволю тебе вляпаться в очередную историю. Ты страшно зануда. Я знаю. Я могу, но неpection. Я не могу Пачку. Я не могу. Ну иㅋ Я, наверное. Труб다. Я, наверное. Продолжение следует...